Тогда важно, чтобы ваш и наш голос, вашу и нашу позицию слышали не только политики, не только политическая элита, но и, прежде всего, граждане, рядовые граждане других стран. Принимает ли избалованный телевидением зарубежный зритель российское вещание? Прошедшие 10 лет дали на этот вопрос утвердительный ответ. Сегодня «Раштудэй» транслирует программы уже по шести информационным каналам на английском, арабском и испанском языках. Ради стран он даже обошел по популярности таких конкурентов, как BBC и Sky News. Чем же привлекает интернациональную аудиторию российский канал? Анна Пешехонова узнала. С этих слов неизменно начинается каждый выпуск. Вот уже 10 лет телеканал освещает темы, которые не попали на экраны мировых СМИ, ознакомит аудиторию с российской точкой зрения на важнейшие международные события. И даже в самые сложные времена журналисты РТ всегда оставались верны своему главному слогану – «Question more». Задавайте больше вопросов, сомневайтесь, расследуйте. Первые эфиры РТ шли из студии на Зубовском бульваре. Главные сюжеты выпуска. На Украине свирепствует птичий грипп, в Ираке удерживают четверых заложников. Тогда и представить себе было сложно, что спустя 10 лет темы Украины и Ближнего Востока зазвучат совсем иначе. Впрочем, телеканал всегда умел уловить наиболее важные политические тенденции. Транслировал новейшую мировую историю в режиме онлайн. В 2007-м появляется арабская редакция, в 2009-м испанская. РТ открывает собственные студии в Вашингтоне и Лондоне. И, наконец, запускает видеоагентство в Берлине. На сегодняшний день это три круглосуточных информационных телеканала, пять континентов, сто стран мира и почти 700 миллионов зрителей. За 10 лет моей работы на канале мне никогда не говорили, что нельзя говорить о чем-то, нельзя делать что-то. Я могу критиковать Кремль или даже своего босса, если у меня есть веские основания. Я журналист, я шеф редакции и я обязан представлять объективную точку зрения. Кевин Оуэн работает на канале со дня основания. Британские коллеги не раз упрекали ведущего в том, что тот променял микрофон BBC на рупор российской пропаганды. Именно так с лёгкой подачи Джона Керри стали называть Russia Today на Западе. Конгресс США увеличил бюджет на инновещание, а Евросоюз даже создал специальную группу для противодействия влиянию российских СМИ, читай РТ. Но многочисленные попытки запретить вещание то и дело разбивались о свод западных ценностей, где свобода слова всё ещё что-то значит. Что нового в мире, Джон? Да ничего нового, если не считать, что с нами никто уже не считается. Ролик, который сами журналисты сняли к юбилею своего канала. В 2035-м опальный Эдвард Сноуден становится президентом, а чиновники, в которых легко угадываются Барак Обама и Джон Керри, подтягивают к нельной напиток в последний день дома. К этому моменту мы будем в эфире уже 30 лет, а пока нам 10 гласит финальная заставка. 10 лет острых сюжетов, актуальных расследований и прямых включений из горячих точек. Недавно под обстрел сирийских боевиков попала машина, в которую ехали наши коллеги. Роман Косарев, Александр Жуков и Саргон Хадая. Их, как и многих других журналистов РТ, арабский зритель хорошо знает. За 8 лет присутствия на Ближнем Востоке канал завоевал почти 7 миллионную аудиторию и сумел обогнать BBC и Sky News. Арабский канал несет более тяжелую ношу, потому что, как я еще сказал, Ирак, Сирия, Египет, Йемен, Израиль, всякий арабский конфликт. Масса конфликтов, очень тонкие вопросы, там жизни людей на кону. И от этого мы чувствуем, что мы делаем свой долг с утра до вечера, каждый день не покладая руки. Визитной карточкой телеканала давно стали такие имена, как Ларри Кинг, Макс Кайзер или Джулиан Ассанж. Когда на американском телевидении основатель Викиликс упоминался разве что в криминальных сводках, на РТ ему предложили вести собственное шоу. Рейтинг канала, а вместе с ним и градус раздражения западных политиков тогда резко подскочил, лишний раз доказывая доверие зрителя, самая высокая оценка. И, судя по всему, за 10 лет в прямом эфире РТ это доверие заслужил. Анна Пешухонова, Арсений Калашников, ТВ-центр.